Это рубрика «Информационная безопасность. Актуальные советы подрастающему поколению и родителям прямо сейчас». Сегодня эксперт рубрики Юлия Роснянская, уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Какова доля работы уделяется защиту от информации во всей деятельности аппарата? Ну, не скажу, что очень значительная, есть более актуальные вопросы, но это не снимает значимости информационной безопасности как таковой. Потому что очень много вопросов, и уже на федеральном уровне коллеги подчеркивают, что с этим надо что-то делать. Потому что наши дети предоставлены, особенно летом, сами себе. Они сидят в интернете, они сидят в социальных сетях. Не всегда родители отслеживают эти моменты, и, к сожалению, иногда это приводит к плачевным последствиям нахождения там и подпитка определенной информации. Опять же, вот эти злоумышленники, по-другому их называть нельзя. Они пользуются как раз детской психологией. Иногда ребенок чувствует себя по каким-то причинам некомфортно. И не всегда родители это могут заметить. А в социальных сетях, выводя подростка на определенный разговор, вот эти люди как раз этим очень не пользуются. И, к сожалению, подростки попадают в неприятные ситуации. И здесь, конечно, очень важно внимание родителей к самому ребенку, его эмоциональному состоянию. Ну, вообще, родитель для ребенка должен быть другом. Другом по жизни и другом в социальных сетях. Надо подписаться на страницу своего ребенка, посмотреть, какие фотографии он выкладывает. А это прямой посыл и отсыл к эмоциональному состоянию самого маленького человека. Или, может быть, не очень маленького человека. То есть, если это все позитивно, значит, ей нет оснований как-то переживать. А если фотографии, какие-то посты выкладываются уже в негативном контенте, то это повод задуматься. Иногда нужно поинтересоваться. А вот с кем ты переписываешься? А что вы обсуждаете? А какие у вас там, может быть, совместные действия? Может быть, вы хотите что-то вместе сделать? И так далее. То есть, больше внимания уделять молодому человеку, подростку, иногда даже ребенку. Посмотрите, у нас сейчас дети практически с 8 лет начинают пользоваться Инстаграм и выкладывать там некие посты о себе, о своей жизни. И это тоже в определенной степени чревато. Потому что родители должны тоже понимать, насколько открыт ребенок, что выкладывает в сеть его сын, дочь или внук. Если бабушки тоже активные пользователи интернета. Поэтому ответственность родителей здесь велика. Ну и, конечно, с нас, со стороны уполномоченных, здесь тоже будет вестись и уже ведется работа по предупреждению этих моментов. Потому что будьте, пожалуйста, бдительны. Вас может подстерегать опасность не только во внешней среде, но и в интернете в том числе. Пожалуйста, как родители, так и дети, будьте, пожалуйста, внимательны. Сегодня набирает такое явление оборота, как кибербуллинг. Это и среди школьников, то есть внутри, ну и также, бывает, выливается и в киберпространство. Насколько вы знакомы с этим влюблением? Встречается ли это явление у нас в школах? В школах однозначно встречается. И мы вот с Геннадием Леонардовичем уже выезжали. Буквально в первые дни. В качестве должности, да, уполномоченного в одну из школ, когда действительно ситуация была связана с буллингом, и ребенку пришлось перейти из одной школы в другую. И опять же здесь у меня возник вопрос, а почему педагогическое сообщество допустило эти моменты? Как отреагировал директор? Были ли общения с психологами? Почему классный руководитель допустил вот эту ситуацию? Да, это, наверное, проще всего, когда ребенок просто переходит в другую школу, да, и, собственно, проблема снимается сама собой. А здесь, наверное, должна была быть более тонкая, длительная, тяжелая работа, как классного руководителя, да, с этим ребенком. С семьей нужно было поговорить. Там, к сожалению, мама одна воспитывает этого мальчика, но это еще больше посыл для того, чтобы проработать эту ситуацию. У мамы ребенок на руках, да, у нее нет поддержки в виде мужа, соответственно, ей тяжело во многих моментах, да, в том числе и финансовом, ей нужно постоянно быть на работе, искать возможности дополнительного заработка, чтобы ребенка учить и обеспечить ему качественную жизнь. Поэтому здесь внимание со всех сторон должно быть. И вот в первую очередь тех людей, которые находятся близко, а это те, ну, педагоги, которые в данном классе общаются с детьми, нужно было бы объяснить другому ребенку, да, который по какой-то причине вот занимается этими моментами, что ты не прав. С тобой может тоже такое произойти, если кто-то найдется сильнее тебя, да, и может там как-то унизить или сказать вот в адрес что-то неприятное. Поэтому это моральные качества, которые у нас воспитываются как в семье, так и в нашем общественном пространстве, в том числе и в школе. Но перейти в другую школу, это самый легкий ключ, но можно так менять учреждение до бесконечности, и проблема не будет решена. Ребенок не может постоять за себя. В этом тоже есть проблема или все-таки окружение виновата? В данной конкретной ситуации, которую я вам поясняю, в той школе, в которую перешел этот молодой человек, там, ну, скажем, очень тоже такой теплый, доброжелательный, принципиальный директор, которая понимала, что ребенок не просто так перешел, она взяла его сразу же на контроль, она и сама с ним проводит личные беседы, готова даже свои личные ресурсы вложить в этого молодого человека для того, чтобы он успешно шел по жизни. Вот, поэтому я очень надеюсь, и это, в принципе, уже время показало, эта ситуация произошла вот весной этого года, да, что ребенок уже адаптировался в новых условиях, то есть он достаточно способный молодой человек, он готов учиться, но есть определенные моменты, которые должны в его жизни быть преодолены, да, в том числе и вот вопрос той школы, да, с тем классом, из которого он перешел. Это же подростки, вы сами понимаете, что это определенные физиологические моменты, которые человек переживает. Он сам не понимает, что с ним происходит и как он должен действовать. И здесь мы, взрослые, должны помочь. И кто рядом, тот должен в этой ситуации вникнуть, посмотрев о том, что, ну, что-то не так происходит. Не надо быть равнодушными друг к другу, даже если это, казалось бы, не твой ребенок, и у него есть свои родители, вот они пусть и его воспитанием занимаются. Нет, давайте вот все-таки будем внимательны друг к другу. Иногда кажется, что все хорошо, а вдруг проходящему ему человеку нужна ваша помощь, и она, может быть, спасет его жизнь, да. Поэтому здесь вот очень такой принципиальный момент, на который все должны обращать внимание. Что бы вы посоветовали родителям в рамках информационной безопасности для несовершеннолетних? Ну, как я уже сказала, быть внимательными к своему ребенку. Если вы не понимаете сами, как действовать в какой-либо ситуации, пожалуйста, мы сейчас уже, опять же, с аппаратом продумали этот момент, чтобы сайт уполномоченного был как можно более информативным. То есть, чтобы мама, папа могли зайти и найти информацию по интересующим его вопросам. Я не понимаю, например, как вести себя в вопросах буллинга, да, с ребенком. Как не сделать ему хуже, а наоборот, вывести из этой ситуации, как родитель. Пожалуйста, здесь будут некие подсказки, некие методические рекомендации, как это можно сделать. Я хочу научить своего ребенка плавать или действовать в какой-то ситуации. Пожалуйста, вот вам выход для того, чтобы мучиться этим моментом. Да, те же Лизы Аллер с удовольствием расскажут, придут в школу, там, встретятся с ребятами. С детского сада они начинают этим заниматься, чтобы объяснить, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому здесь максимальная информативность составляющая должна быть для того, чтобы человек мог воспользоваться этой информацией и предотвратить какую-то беду, которая может произойти с ребенком, с его. Спасибо огромное. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня эксперт рубрики «Информационная безопасность» был Юлия Реснянская, уполномоченной по правам ребенка во Владимирской области. Спасибо огромное. До новых встреч и всем нам положительной информации. Спасибо.